Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале «Пиратская жизнь» и обсудим утренний видос, хотя для пиратов он не утренний. Ни дня в своей жизни не работала, потому что я такая, и мне это в удовольствие. Работа, мечты, влог. Опа, Нинка решила поговорить, что ли, о рабочем классе? Мне даже, ребят, стало интересно. Я бы, может быть, и не смотрела этот видос, но название таки спровоцировало. Мне было интересно, как же будет вести себя пиратка. Значит, разлупила глаза бегом на кухню, и кашель одолел нашу принцессу Нижегородскую. Раскашлялась-то она вся. И, представляете, сироп она уже с бутылька глотает. Не из ложечки, а из бутылька. Туни-ног, болячка одолевает. Голова-голова, горло-горло. Видать, чёрный рот твой договорился. Теперь и правда тебе поплохела. Дальше Дурында решила повизжать, покричать. Ну, якобы голос свой разработать. Угу. Нинок, тебе как раз-таки сейчас сидеть на унитазе и кричать занято. Отопление, оказывается, отключили. То так было плохо и так было жарко, а теперь, оказывается, замёрзло. Всё, не угодишь пиратам. То воду отключают, то отопление отключают. И всё, Нинке, не так. Супа нету, кушать хочется. Сосички, говорит, сварю. Именно сварю. А то в микроволновке чё-то не очень-то и получилось. Но аппетита нет. Встала, потому что нужно работать. Трудяга, слушайте, наша. А ещё и поесть надо, а ещё и врач по расписанию. Интересно, какой такой врач, Нинок, у тебя по расписанию? Или разбирательство продолжается? Дальше, значит, она рассказывает, что не знала, что одеть, потому что у неё больше пятидесяти халатиков. Слушайте, ужас нашла, чем хвастаться. И ведь каждый день мы видим, несколько раз на день она меняет эти свои распашонки васильковские. И при этом мы никогда не видели, чтобы она все пятьдесят халатиков стирала. Так что, Нинок, чем ты хвалишься? Вонючими стоячими халатиками, которые у тебя на промежности все жёлтые, аж коричневые. Это у тебя халатики вместо туалетной бумаги. Для протирания бобра периодически. И дальше, ребят, она заговорила про свою работу, что якобы ей это нравится. То есть очень выгодно, да? Реклама. Потом твоё время якобы принадлежит тебе. То есть она говорила исключительно о себе. Ни о ком другом, только о себе. Посмотрите, ребят, как она осторожно в своих высказываниях. Хочешь, говорит, снимаешь. Хочешь, не снимаешь. Любая тематика. Причём, похоже, ещё она не совсем, наверное, в курсе, что её ждёт. Не знаю, тут прошло четыре дня или не прошло после того, как она оплатила штраф. Может быть, ещё не совсем в курсе, но уже очень-очень осторожно. Говорит, смотрели сериальчик «Дурдом». Ниног, а мы смотрим сериальчик «Дурдом» по шесть раз в день, по шесть серий в день. Самый настоящий «Дурдом» ромашка. Палата номер шесть. И она, значит, списывает, смотрите, всё на сериал, который она посмотрела. Она не говорит о ком-то. Она говорит про сериал. Прикиньте. Дальше она объясняет, почему же она без лифчика. И, значит, как будто не нам объясняет, да? Как будто кому-то другому. И говорит, что вот было такое эмоциональное выгорание, была и подкрашенная, и в лифчике. А потом наступил такой момент, когда мне жарко, мне не хочется краситься. То есть, получается, лифчик она одевала для зрителей и красилась тоже для зрителей. А как же так? А как же так получается, чтобы женщина красилась для зрителей, но не для своего мужа, не для себя, чтобы выглядеть красиво, чтобы быть ухоженной? Неужели Нинка на самом деле настолько свинуха, не любящая себя, просто уважающая и любящая... Ой, говорю уважающая, уважающая утробу, да? Потому что хотела сказать, уважающая и любящая свою утробу. Ну, конечно, уважение здесь уже не прокатывает, уже сама даже рассмеялась. Но неужели человек настолько любит свою утробу и не любит себя? Я не понимаю таких женщин. Если она раньше красилась, а на фотках мы видели и макияжик есть, и причесочка, а сейчас вечно засаленная башка, никак не ухоженная, никаким образом это рыло, по-другому я не могу сказать, лишь два раза ополоснёт водой, и всё. И получается, это она делала для зрителей, исключительно для зрителей. Ну, Нинка, ты уж показала своё лицо, кто ты есть. Потом, как она говорит, поняла, что, выйдя без лифчика, мир не разрушится, и ей от этого комфортно. И, слушайте, каждый день она читает эти комментарии про лифчик. То есть, для неё мир не разрушился, а люди, которые её смотрят, получают отовращение от неё же, получает она сама кучу негатива, от которого трясётся каждый день. И это получается комфорт для пиратки. Понимаете, такое чувство, что, ну вот, действительно, ей не о чем поговорить. И она как будто объясняет всё это, и объясняет, ребят, не для нас. Нет, не для нас. И с осторожностью. Она как будто отчитывается перед кем-то. Почему же она без лифчика? Почему же она блогер? Да, и почему же она не работает? То есть, при этом не цепляя общество. При этом она старается никого не затронуть, исключительно только себя. Кстати, ей пишут, хватит пропаганды паразитического образа жизни. Тебе мало штрафа одного? Ещё хочешь. Но здесь, ребят, она осторожна. Здесь она, да, рассказывает исключительно о своём образе жизни. Она не то чтобы пропагандирует. Она просто объясняет о себе, как будто кому-то. Дальше такую чушь понесла, что типа, неужели все хозяйки, придя с работы, ходят в нарядной одежде и подкрашенные. Ходим не ног. Подкрашенные ходим до вечера. А домашняя одежда у нас аккуратная, красивая, уютная. Это либо халат удобный, и причём не заношенный, не засаленный. И в нём не видно этих бидонов, потому что на нас бюстгальтер. И снимается он на ночь. А если снимается днём после работы, то, увы, нас видят только наши мужья. Нас не видит общество. А ты трясёшь своими сисяндрами и карданом перед обществом, показывая это безобразие и молодёжи, и людям, и молодым, и пожилым. Вы знаете, что я хочу отметить? То, что не ног, когда что-то рекламирует, она лифчик одевает. То есть у неё есть уважение к рекламодателям, а уважение к зрителям нет. Вот это как раз-таки и есть истина. И вы знаете, я таки думала, что не ног всё-таки образумится, но, похоже, она допрыгается. Как бы она осторожно ни была в высказываниях, то, что она показывает и рассказывает, что надо с сисяндрами без лифона стоять у камеры и показывать всему миру это безобразие, она таки допрыгается. Хотя я думаю, что главнее то, чтобы она именно не трогала рабочий класс и не высказывалась в отношении рабочего класса своей говняной резиновой свистулькой негативно. И дальше опять отмазки, ребят. И отмазки по поводу того, что она наклонилась, не так что-то показала, случайно там что-то заметили, если сделали стоп-кадр. То есть, ребят, это как раз и говорит о том, что она отмазывается, но не перед нами. Ребят, это оправдание, но не перед нами. Перед нами оправдываться она бы не стала. Хотя нет, почему? Из-за того, что нет темы разговора, может быть, и стала. Но здесь оправдание для кого-то другого. Минок, а что ты не показала, как у тебя там что выпячивает? И как ты специально трясёшь своим карданом и жонглируешь сисяндрами? Ну что, покажи, как это бывает случайно. Какие это бывают случайности? Это не случайности бывают. Это бывает намеренно. Когда у тебя психоз. Когда тебе хочется, чтобы тебя побольше посмотрели. Но в то же время, чтобы только не обсудили. И посмотрите, как она всё это объясняет. Именно объясняет, а не делает так, как делала, якобы назло. Это идёт исключительно объяснение. То есть, ребят, она оправдывается, но точно не перед нами. Она призналась, что позорит она себя и собственного мужа. То есть, это опять, ребят, как оправдание. И причём тут же пояснила, что позора она не испытывает. Ну да, обычно люди с психическими отклонениями никогда не испытывают позора. Поэтому, Ниног, ты в очередной раз подтвердила, что у тебя в головешке там свои звоночки. И, похоже, диагнозом пахнет не на шутку. Тебе пора не к эндокринологу, а к психиатру. Причём уже давно, потому что совсем недалеко из катушек ты конкретно слетишь. И тогда загремишь уже надолго и безвозвратно. Дальше она рассказала, что жевать козявки – это нормально. И каждый может с утра встать, почесать голову, да, якобы пожрать козявки. Ну и, наверное, ещё вдобавок отколупнуть с пятки, корку тоже сожрать. И это норм. Ниног, а может, для кого-то и норм. Может быть, и есть люди, которые так делают. Я не исключаю. Но такие люди точно себя на камеру не показывают. И люди, которые дома могут позволить себе всё, что угодно, ну всё, что угодно. Почесать голову, ещё где-то почесать, да без разницы. Люди разные и ведут себя по-разному, но не на камеру, но не на весь мир, пропагандируя безобразие и вот такой вот свинский негодный образ жизни. Ну а дальше объяснялки продолжаются. В правилах Ютуба негоже ходить голышом. Но не прописано правилами Ютуба, что нельзя ходить без лифчика. И дальше добавила, что мы муж и жена, и Фовка ходит голышом без камеры. Но на камеру теперь она его заставляет надевать шортики. Слушайте, целое объяснительное. Но только, ребят, не для нас. Только не для нас. Ну и дальше она подтвердила в очередной раз, что ей нравится работа, и она может выплеснуть эмоции, она может поболтать. Да, с камерой. Не с людьми, с камерой. Потому что люди, которые пишут в комментариях ей, они с ней не болтают. Текстом скажу, они её обсирают. И, видать, получается тогда она мазохистка, когда ей нравится выводить людей на эмоции, показывая свои бесхозные груши без лифчика, и чтобы ей писали гадости. Она кайфует, получая вот такие комментарии. Ну, это, простите, уже мазохизм. Это вообще психиатрия. И то, что ей написали, что сериал, да, дурдом, смотрят люди из психиатрической больницы. Не знаю, не смотрела, смотреть не хочу. По рекомендации пиратки ничего не смотрю и не имею абсолютно никакого желания. Дальше опять она завела тему про свои халаты, что у неё там комплектов, халатов. Да, Мин, комплекты есть, халаты есть. Стоячие, вонючие, новые, но мозгов нет и не прибавится. Мозги прибавляются у людей, которые живут и общаются с обществом. Они наедине сама с собой. Мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.